Защитные маски в Хакасии шьют те, кто не понаслышке знает, что такое изоляция, чье заключение принудительное и длится гораздо больше месяца. За решеткой 29-й колонии в Пригорске еще в середине марта развернули целую мастерскую по пошиву индивидуальных средств защиты. Подробности у Ольги Стельмах. У этой швейной мастерской самый строгий пропускной контроль. Вход по паспортам и только после досмотра. 29-я женская колония в Пригорске. В обычный рабочий день осужденные отшивают в этом цехе служебную форму. Но в марте производство переориентировали. В связи с тем, что был выявлен первый случай коронавируса в России, мы сразу на это откликнулись и стали производить маски. Конечно, поначалу это было не так просто, потому что осужденные привыкли шить совсем другие изделия, поэтому пришлось первое время им подучиться. Сейчас заключенные заняты особенной партией. Эти гигиенические маски не будут реализовывать за деньги. Их бесплатно раздадут всем нуждающимся. Колония поддержала общероссийскую акцию и вместе с региональным отделением движения «Матери России» присоединилась к проекту «Подари маску». Куда конкретно и уйдут эти изделия, станет известно в ближайшие дни. Эти маски будут розданы малообеспеченной семье, многодетным семьям, неполным семьям, семьям, имеющим детей, инвалидов и пенсионерам, конечно. Все маски, которые пошиты, мы сейчас распределим среди городов и районов республики Хакасии. И, естественно, раздадим их и через управление социальной поддержки. Тысячу тканевых масок швейный цех за колючей проволокой изготовил буквально за два дня. Отшивать стараются не только быстро, но и качественно. В колонии также следят за новостями и понимают – создают дефицитный товар. В условиях пандемии средства индивидуальной защиты в аптеках не найти, а на свободе они нужны как воздух. Там за пределами этого учреждения у нас находятся родственники, родные, близкие нам люди, за которыми я тоже пережила. В связи с этой болезнью не останавливая машинки, я решила. Сначала мы пришли, кто почался сидеть у нас, решил, потому что это очень тяжело было. Ну, сейчас не менее 15-й массовый час. Всего в учреждениях Уфсин Хакасии за полтора месяца изготовили более 100 тысяч многоразовых масок. Это помогло республике снизить напряжение из-за отсутствия средств защиты. Сейчас объемы уменьшили, но о сворачивании производства речь не идет. Пока по эту сторону решетки ведут борьбу с инфекцией, по ту продолжат шить. Ольга Стельмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok